Но я хочу сказать, что все, что там проблемы какие у тебя могут быть, это все касается того, что мы либо неправильно сидим, неправильно лежим и вообще постоянно напрягаемся, особенно женский пол, у девушек есть такая проблема, они более эмоциональные, они более такие стрессовые, либо там что-то вау, либо плачут. И все это сказывается психосоматически на вот этих мышцах шейных. Они начинают сдавливаться, у нас нет ни одной мышцы, которая растягивает позвоночник, а все только его сдавливают. И соответственно где-то сильнее сдавило, где-то меньше сдавило, и получаются перекосы. Поэтому все упражнения, которые нужно делать каждой девушке, у которой есть какие-то напряжения здесь, они на растяжение. Для этого вот прямо сейчас можешь что-то повторить за мной. Во-первых, давай все-таки проверим вот этот С6-С7 позвонок. Тебе надо повернуться так, чтобы их нащупать. Знаешь, как их нащупать? Нет, не знаю. Вот самые выступающие позвонки вот тут, где заканчиваются... Не знаю, меня там будет видно на камере. Ну я поняла, эти самые выступающие, да? Два, да? Вот один из них, нижний, он грудной. Второй из них, он шейный, седьмой шейный позвонок. Он должен быть подвижный. То есть ты на них устанавливаешь пальцы. Прямо можешь боком сесть. И вот так вот сгибай голову целиком, шею. Поднимай. И чувствуй, ходит он туда-сюда, этот позвонок, или не ходит. Но вот он как бы вот так вот... Вот их два, да? Один относительно другого будет вот так вот нагибаться. Вот так угибается. Да? А теперь ниже пощупай. И так же сгибай, нагибай голову. Нижний двигается. Двигается. Еще ниже. Найди тот позвонок, который не двигается. Он не должен двигаться. Это уже начало грудного отдела. Я уже не могу, я не знаю, лезу, кстати. Ты не можешь не туда попасть. Наша удаленная видеоконсультация, она настолько проста, что тут никто ошибиться не может. Вот, ну давай с двух сторон пальцами, вот так, двумя пальцами. Нащупывай вот эту линию сгиба. И смотри, вот тот, который неподвижен при наклонении головы, он... Он может быть больше, да. Вот самый большой, который неподвижен. Он же, который низшей, это уже как-то туда ближе к спине. Да, да, да. Вот, от него начинается шея. В принципе, можно самому пальцами нащупать там какие-то перекосы, да. Если он идет относительно другого, немножко сдвинуть, да. Это пальцами, только желательно с обоих сторон обоями, можно нащупать. Пощупай себе, есть ли он такое. Вот это второй. Один неподвижный, да, грудной. И седьмой шейный на нем стоит. Ну, кстати говоря, я скажу, что это на самом деле не позвонки мы сами щупаем, а остистые отростки. От позвоночников идут такие отростки, которые вот как раз мы их ищупаем пальцем. Сами позвонки, они гораздо глубже. Нащупала, да? В принципе, так вы можете прощупать себе весь шейный отдел и найти вот эти все позвонки, которые, вот эти отростки, да, которые могут быть друг относительно другу как-то сдвинуты, да. Или вот так они сдвинуты, или по оси повернуты. Наша цель это все выровнять, чтобы они были в одной линейке. Вот в такой. Представляешь, да? Вот, для этого ведем, сначала разминаем шею. Ну, если воротник расстегну, а то не могу достать до шеи. Ну, кстати, можно и через одежду, если у вас высокий воротник, можно через одежду. Берем, опять же, два пальца, устанавливаем вот на этом позвонке, да, рядом с ним, где мышцы начинаются расти. Вот от него вот так вот, да, установили. И начинаем, можно прямо всей ладонью, не, ниже, ниже плечи практически. Вот так руки разверни. Вот. Да. И начинаем на себя давим, а головой назад. Вот так. Несколько раз так делаем, 3-4 раза. Теперь к следующему позвонку переходим. Я специально развернусь, чтобы это было видно. Не знаю, на камере получится. Вот, потом к следующему позвонку. Потом еще выше. Еще выше. И вот так вот проходим до самой, до самого осуществления, где у нас начинается череп. Поняла. Доходишь, ты двумя руками делаешь, да? А то ты как-то низко села или камера у тебя поднялась. Я просто села на диван, и я как-то... А, тогда немножко камера опусти чуть пониже. Не, сиди, сиди, если тебе удобно. Во, вот так, да. Еще пониже. Чуть-чуть еще ниже. Все. О, отлично. Так, ну что, дошла до верха? Дошла. Я уже почувствовал тепло определенное, уже даже чуть-чуть вспотел. Ты чувствуешь тепло? Ну, да. Далее можешь попробовать самой себе сделать растирающие движения. Это тоже сделать достаточно просто. Вот так вот берем и растираем. Вот такими вот поглаживающими движениями можно спиралью немножко руку. Все вот это вот область, вплоть до туда, докуда дотягивается рука, до ключицы. Да, 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 повернись, пожалуйста, боком, чтобы мы видели. Да, видно. Еще, смотри, еще захватываю вот эту мышцу. Вот она идет. Вот ее тоже целиком вот так вот все. Видишь, у меня рука идет. Получается, получается, да. Правильно? Ага. И с другой стороны давай, начиная вот так вот сверху вниз идем. Сверху вниз. В данном случае мы это делаем от головы специально вниз. Потому что мы не только кровью гоним к сердцу, а еще и лимфу гоним по лимфоканалам. Вот туда она в подключичную зону уходит, лимфоузлы в подмышечную, в пазинную. Ну и дальше она там нас бросит. Что такое лимфа, мы знаем, да? Конечно. Это очистительная система нашего организма. Вот. Чувствуешь разогрев? Разогрелась. Да, вот у меня тоже хорошо разогрелась. Далее можно себя так немножко постучать по этим местам. Либо кулачками. Кулачок вот такой расслабленный. Вот так вот попробуй. Он не сильно сжатый, да? Такой как бы хлесткий кулачок. Да. Либо, да. Либо пальчиками вот так вот. Там же по сулению? Да, да, да. По сулению с местам. Начиная от самого черепа. Там крепятся мышцы, да? Начинаем от него. Кстати, бывают головные боли? Бывают, да. Там какая-нибудь усталость, бессонница. Ну, усталость, да. Мигрени. Да? Да. Мигрени. Мигрени, да. Головная боль, видимо, это мигрени. На погоду, да, влияние какое-то? От погоды есть? Ну, не знаю. Погода как-то не связывала, но... Вот. Это все идет от этих мышц, на самом деле. Потому что все мышцы заканчиваются сухожилиями. А сухожилия подходят вот сюда, к черепу, и охватывают весь наш череп таким сухожильным шлемом. И вот этот сухожильный шлем, он очень сильно влияет на крайнего сакральную такую жидкость, которая омывает мозг. Ну, мозг же не в воздухе же, да, находится. Он в некоторой там жидкости. И она идет до копчика, по спинному мозгу, до самого копчика. И вот эта жидкость, она циркулирует туда и обратно. Всего лишь на какие-то там доли, микрон, вот они циркулируют. И это влияет, это регулирует наше внутричерепное давление. От него, собственно говоря, чаще всего боли и возникают. И если этот сухожильный шлем стянут, он стягивает наши кости черепа. Вот тоже, кстати, ошибочно многие полагают, что кости черепа неподвижны. Они подвижны. Они вот на какие-то доли микронов вот так вот сдвигаются и регулируют вот это давление. Поэтому мы, разминая вот эти мышцы, а это нужно делать достаточно регулярно, вот такими круговыми движениями давай еще вдоль черепа, вот снизу черепа, да, по всем, по всем вот этим мышцам. Доходим вот до вот этих впадинок и вот так вот вниз просто руками стягиваем. Мы их разминаем и расслабляем таким образом, чтобы не было вот этого зажима сухожильного шлема. Слышно меня, да? А здесь ничего не надо делать? А? Нет. Здесь ничего не надо делать? Если мы уже говорим не про шею, да, можем расширить наши упражнения. Конечно, надо. Конечно, надо. Вот отсюда, вот такими волнистыми движениями вниз спускаем. Вот эти вот зажимы, лимфу. Вокруг уха. Вот так вот вокруг уха находятся лимфоузлы. Лимфоузлы дальше находятся вот здесь вот. Это мы вот все знаем, да? Вот тут, прямо вот возле ушей. И вот мы как бы их вот так вот сюда-сюда спускаем. И все вниз, вниз, вниз. И так вот за ушами тоже вниз проводим. Прям вот возьми руку, как всю гребенку. И так вот гребенкой вокруг уха по вот этим мышцам. И вот сюда вниз, вот туда вот. Вот в эту впадину подключичную. Прям вот туда старайся, да. Вот так вот, да. Лимфоузлы мы не повредим, потому что мы на них не жмем. Мы просто их мягко так проглаживаем. Кстати, вот я уже взбодрился. Прямо упражнение очень хорошее. Если сделать так более энергетично, можно на себя прям сильно вот это нажимать. Достаточно сильно, да? И ты прямо взбодришься. Попробуй, попробуй. Почувствуй этот эффект. У меня что-то дали там вырезан, наверное. Ну, если прямо мешает узелок, развяжи его. Круговыми движениями, да? Да, да, да. Круговыми движениями. Да, и можно просто продольными вот так вот вдоль скул. Прямо все скулы можно вот так вот. Вот так вот скулы. Это, кстати, очень хорошее упражнение, дающее молодость лицу. Да, прям под глазами можно вот так вот, да. Опять же, к вискам уводим. И по вискам вот такими мягкими, вот такими, да, плавными, кошачьими, там, как бы, движениями, да, вот такими. Вот так вот себя любим. И мы омолаживаемся. Реально. И это написано нафиг. Все нормально. Это очень хорошее произведение, о котором, кстати, многие девушки не знают. Оно реально омолаживает. Омолаживает лицо. Лицо становится бодрее, здоровее. И мы становимся веселее. Ну, взбодрилась ты? У меня прям глаза открылись. У тебя что чувствуется, как говори? Не стесняйся, Марина, не стесняйся. Да, все нормально, да, взбодрилась. Да? Я чувствую сходить. Вот. А теперь переходим к таким упражнениям, именно связанным с шеей, чтобы растянуть ее и растянуть наши мышцы. Во-первых, берем противоположную руку из себя вот за вот эту вот трапетивидную мышцу. Мы ее все очень хорошо можем нащупать, да? Вот. И стараемся ее, ну, вот так вот просто помяли, да, помяли, как бы, пощипали ее вот так, да? Получается? Да. Вот. А теперь смотри. Вот я сейчас делал, ты, может быть, не заметила. Я схватил в том месте, наиболее близком к нашему С7 позвонку, который мы щупали, да? Крепко схватил. И держу ее, а в этот момент шею в обратную сторону, вот так. Раз. Растянул. Да. И теперь в эту сторону. Вот мышцы теперь на себя, а шею в ту сторону. То есть, все получается, смотри, что должно быть. Шейные мышцы вертикальные идут, трапециевидные вот так, да? То есть мы ее с одной стороны сначала на себя, а шею от себя. А потом наоборот, шею на себя, а это мышцы от себя. То есть вот они, они должны это сильно друг к другу вот так вот скрутиться. Понимаешь механизм, понимаешь, да? Противоположно. Да, 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 противоположно рукой. И вот у меня прямо сейчас реально был хруст. Вот в этом сочинении с грудным отделом. Вот опять же проминаем. Давай, 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 делай. Взяли за нее. Взяли за нее, да? И потянули голову как можно туда, обратно, вот вокруг этой мышцы. Да, старайся это с усилием делать. Не просто свободно головой, а именно ты шею как бы вытягиваешь, вытягиваешь шею. Мышцы держишь, а шею вытягиваем туда в бок. Когда я вытягиваю. Что-что? Где-то аж в этом районе начинает болеть, когда я вытягиваю сильно. Да? Так, взаимосвязано? Да, 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 именно взаимосвязано. Видишь, отсюда мышцы цепляются к этой мышце. Эта мышца заканчивается здесь сухожилием, а тут сухожилием вот такой сеточкой. Обтягивает весь череп. Где-то может сказаться реально. Я даже бывают такие случаи, когда массирую кого-нибудь, голову массирую, да? А он говорит, о, у меня вот тут шея там прям горит. То есть я тут точки нажимаю, а тут горит. Некоторые даже говорят, в колени отдает. Представляешь? От головы, от шеи отдает в колени. Теперь смотри, вот это же упражнение мы немножко усиливаем. Вот этим большим пальцем. Вот мы делали как бы прищепку такую, да? Теперь большим пальцем стараемся эту мышцу выдавить. Вот так вот, вот туда-назад. Как бы отрываем ее от себя. Туда. Дальше. Дальше. И проходимся от ключицы по всей этой мышце до ее соединения с косточками. Вот тут косточки у нас начинаются. Да-да-да. Это я тебе показал, как мы проходим. Делай, делай. Получилось? Другой рукой. Получается. И что дальше делать? Ну, другой рукой сделала. Дальше. Так, мы сейчас размяли нашу шею, подготовили мышцы, они разогрелись, да? К таким вот упражнениям мне вот уже просто, я достаточно регулярно это делаю. И поэтому у меня вот такие приятные щелчки происходят уже даже в процессе. Чтобы больше растянуть голову, да, мы теперь берем вот эти мышцы, которые я говорил, вертикальные, да? Хватаем их таким же захватом, но только уже со своей стороны, не с противоположной, а со своей. Как можно ниже вот ты ее захватила, да? Давай так вот обозначим. Вот этот позвоночник, вот эти вот мышцы, да? Вот, и эти мышцы мы захватываем, и от позвоночника стараемся их как бы вот так вот оторвать немножко. Да, от позвоночника. При этом голову стараемся вытянуть в другую сторону. Да, и доходим до самого верха, вот до того места, где они крепятся к черепу, вот тут. Во-во-во, молодец. Теперь другой рукой. Ну, просто мы должны все с ним отлично сделать, не позволяя вот этим всем перекосам проявиться вновь. Ага, умничка. О, я вижу, вижу, отлично тебе получается. А я забуду все это. Как забудешь? Хорошо. А можно видео там? Можно. Во-первых, я это видео сейчас, которое записываю, сделаю и выложу для вас, для всех, кто смотрит, для тебя лично, подарочек. Ты это все будешь смотреть бесплатно сколько угодно много раз. И плюс к этому я тебе дарю бесплатную подписку на мой YouTube канал, где очень много уже выложено видео уроков по самомассажу и о том, как помочь самой себе, ну, в любой части тела. И ноги там, и бедра, и таз, и грудь, и голова. В общем, там много, много уроков. Я даже не знаю, сколько их. Я постоянно их пополняю, эту базу. Так что я тебе дам в конце ссылочку. А те, кто смотрит это видео, вы увидите эту ссылку внизу под видео. И, соответственно, вы сможете этим тоже воспользоваться бесплатно. Все для вас. А сейчас самая главная практика, чтобы ты почувствовала, самое главное в руках это ощутила. Скажи, у тебя был какой-нибудь хруст? Ну, сейчас. Или что-то хотелось такое, чтобы хрустнуло? Нет, ничего не было, что не хрустило. Нет? У меня просто уже многократно это все было. Дальше смотри. Берем себя под череп вот так вот. Можно взять вот этими частями ладони, а можно вот этими частями ладони. Там, где вот... Ну, сначала нащупай вот эти косточки черепа. Они такие выпирающие. Там две такие косточки есть. Угу, есть нащупки. Вот под них прямо укладываешь ладони. Вот так вот. Ну, любой стороной. Либо вот так, да? Либо вот так, как удобно тебе. Либо можешь вообще руки вот так вот развернуть. И получается у тебя череп лежит как вот в твоей чашечке из рук. Вот в такой. Угу. Видишь? И теперь вот расслабляем. Стараемся оставить напряжение в руках. А все тело... Фух... Так вот расслабилось. И теперь стараемся вытянуть голову вверх-вверх. Тянем вверх руками. Можно для этого наклониться. И... Чтобы силу придать рукам. И как бы вперед тянем. Вот так вот вытягивая вверх. Вверх и вперед. Ну, в длину. Шею в длину мы растягиваем. Почувствую, да. Если одновременно тяжело делать двумя руками, да, то делай по очереди. Одну и вторую. Одну и вторую. Так вот подкатываю, подкатываю. Как бы так вот вывинчивая ее вверх. Черепушкой надо отодрать. Это называется упражнение аттракция. Как боролица, а вот холодно. Да, 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 да. Вот. И также можно довести ситуацию до некоторого хруста. Но хруста в данном случае бояться не надо. Я думаю, все мы это понимаем. Это такой достаточно полезный хруст. Он бывает двух видов. Либо это косточки выходят из друг друга. Вот как бы из зажима, да, вот они. Ну, как щелчок пальцами. Либо это связки. Эти связки, которые настолько сильно вот они как бы сцепились тут, да, с костями, что они мы чуть-чуть так как бы разрываем. И они вот начинают подвижность. Все это очень полезно, потому что начинаются вот эти вот наши структуры, которые там у тебя было написано дистрофические дегеративные изменения. Чтобы этого страшного слова не было, все это должно омываться кровью, лимфой, всякими соками. Все это же несет полезные элементы к нашим косточкам, к нашим шее. К шее. Кстати, ошибочно многие полагают, что кости, они как бы сухие, как вот они с детства появились, так они всю жизнь такие. Нет. Кости тоже и восстанавливаются, у них есть и питание, и нервы, и кровеносные сосуды там есть в костях. Поэтому надо все это питать, чтобы максимально долго оставаться здоровой и молодой. И такой, знаешь, отрезвленной жизнью. Не какой-то там сонной, такой мукой, да, а вот такой трезвенькой. Поэтому, если хотите сделать хруст, да, просто это упражнение, ну, на досуге усилите таким наклоном, прямо стоя, наклоняясь к земле, и так вот вытягивая себя несколько раз, так вот голову как будто бы на метр вперед, и получится такой разрыв, вот этих вот сцеплений, да. У меня иногда он идет разрыв до середины лопаток, вот даже до сюда. То есть я методом регулярных практик таких, да, добился того, что у меня уже это все легко растягивается до лопаток. Далее. Если мы нащупали, вот помнишь, когда позвонки щупали вот эти вот эти отростки, какой-то перекос, да, у меня был второй позвонок шейный, сдвинут вот так вот влево в данном случае. И это сказывалось, между прочим, на руке. Руки не имеют. Особенно если у вас не имеют вот эти вот три пальца, то это шейный отдел позвоночника. Иннервация идет оттуда. Если не имеют вот эти два пальца на руках, это из грудного отдела где-то иннервация. Понимаешь, да? И у меня действительно руки не мели. Я не мог понять, почему. Пока сам себя не нащупал, не увидел, что этот позвонок сдвинулся, да. Делаем следующее упражнение, чтобы его поставить на место. То есть, да, вот двумя пальцами с двух сторон вот так вот прощупали все эти позвоночники. Нащипываем это место. И мы, ну, условно говоря, есть у тебя или нет. Есть, да, какой-то сдвиг? Ну, наверное, это так. Вот. Но можно для профилактики сделать по всем позвонкам. Сначала в одну сторону мы их чик-чик-чик, потом в другую. Трик-трик-трик-трик-трик-трик. И поставим сейчас на место. Значит, вот устанавливаем на него руку, ну, как жесткую часть самого, да, большого пальца вот этого, мякоть. А другой рукой, чуть выше на один позвонок или даже вот в саму череп, да, надавливаем и в противоположную сторону как бы вот такое движение получается, сдвиг. Вверх, обязательно вверх надо сдвинуть. Не вниз, а вверх. Да, и так же можно в другую сторону. И так же можно пройтись по всем позвонкам. По середине нашли там такое неудобное место, да, и так же вот растянули, сдвинули, сдвинули, растянули. Так, вот пытаясь показать спиной, если это будет видно. Вот, я установил руку. Видно там, да? Да, видно. И вот так вот, по чуть-чуть. И как бы сдвинул. Все в другую сторону, раз. Раз. При этом, если ваша голова поворачивается в противоположную сторону, это очень хорошо. То есть старайтесь свою голову так немножко с поворотом делать. Получается, смотри, такое винтообразное движение черепа и вверх, и вбоку так. Как будто, знаешь, как банку, крышку от банки открываем. Раз. Вот так вот позвонки. И далее можно еще. Ну, у тебя получилось? Я еще не поняла. Не поняла? Ну, вот с первого раза, да, это трудно понять, но попробуй. Почувствуй, попробуй, попробуй, да. Что я должна почувствовать? Ну, если не шелчок, то такое приятное растяжение. Там, знаешь, такой бывает звук, такой, ну, как бы такой, не знаем, как, как бы пузырьки там лопаются, что ли, вот что-то такое. Такое. Такое вот. Не у всех, не у всех это бывает, конституция, тело у всех разное, все мы индивидуальное по природе. Но хотя бы приятное растяжение почувствовала? Приятное и есть. Да? Далее, смотрите. Вот вдоль позвонков идут вот эти две мышцы, да, шейные. Они выпирают обычно, тут позвонок глубже, позвоночник глубже, да, они его спирают. Теперь мы их сжимаем с двух сторон, вот таким захватом, от самой макушки, да, и стараемся как бы их вот так вот приподнять от шеи, вот эти две мышцы, да, мы их как бы захватили и чуть-чуть отрываем, вот так вот приподнимая. Так же проходимся по всей шее, таким широким захватом до самого низа. И можно в этом упражнении своими косточками, вот этими запястными, да, уже коснуться, ну, продолженной разминки, коснуться вот этого позвонка и прямо позвонок, сам позвоночник, тоже вот уже начинать вот так вот растрясти его немножко. Получилось? Получилось, да. Вот. И усугубляем эту радость от упражнения тем, что доходим как раз до нашего, стараемся прямо шестого, седьмого, с шесть, с семь шейного позвонка, устанавливаем туда руку, ну, чем дотянешься, я обычно вот этим, да, или вот этой части, ну, как сможешь, или вот этой части сможешь, как вот тебе вот мышцы твои собственные позволяют, да, вот, устанавливаем там руку, а другой рукой очень резко будем сейчас нажимать вот в эту выкупную часть черепа, да, вот, которую можно прям обнять, такая у нас, шарик такой-то, да, вот смотри, ровно по оси этой рукой мы давим, получается, в этой плоскости, да, вот, как сказать, вот так перпетикулярная плоскость, да, вот так вот параллельная нам плоскость, или компланарная называется, или сагитальная там еще, то есть в этой плоскости мы этой рукой давим по диагонали примерно под 45 градусов, вот туда, ну, да, вот условно говоря, вот тут находится этот седьмого шейного позвонка, чуть ниже, вот так под 45 градусов, а рукой мы давим вот сюда, вот наклоном, как бы, ну, практически параллельно земле, вот так, то есть, как бы вдаль, растягиваю немножко, да, попробуем вместе сделать, остановила, вот потом я на ухо положил, и потом еще положил ниже под череп, вот так вот туда, если это делать, ну, я думаю, сейчас не получится, с первого раза, ну, в принципе, на будущее говорю, если там прямо здесь что-то такое, знаешь, сухое такой зажим, или прям тянет, можешь так вот, это достаточно резко вот установили руку, да, что руку так, опа, то есть одно туда вот так вот одновременно, это уже называется мануальная терапия, это уже будет высший пилотаж, если ты это научишься делать, молодец, молодец, Марина, я вижу, у тебя получается, само, ну, есть само массаж, а есть само мануальная терапия, наверное, я думаю, не знаю, такой термин, если его нет, то мы его придумаем, будем делать само, само мануальная терапия, это сам себе мануальный терапевт, вот так вот у меня, серию видеоуроков уже назвал, либо она у меня там еще, видеоуроки называются ЛСССР, это лечим спину сами себе, то есть лечим спину сами себе руками, ЛСССР, серия видеоуроков у меня есть, которые ты получишь потом в записи, в качестве бонуса бесплатно, так, ну, я надеюсь, ответил тебе на вот этот вопрос по поводу феврена воротниковой зоны, или что-то еще осталось? Ну, в принципе, как бы, наверное, да, да? Только я еще, да, я еще совсем снижусь, у меня только включается. Ну, ты так, сама чувствуешь какие-то ощущения в себе? Конечно, я прям, я какая-то помятая. А я, наоборот, взбодренный, я так взбодрился, как будто бы, не знаю, зарядку, что ли, сделал. Теперь, смотри, вот еще очень полезно, просто вот берешь плечи назад, расширяешь, да, ну, можно там, руки сцепить сзади, и, или там, ну, знаешь, вот палку положить между локтями, вот так вот сзади, да, ну, швабру там, или что, или полотенце, ну, вот так вот взять полотенце, да, узким хватом, так назад руки поворачиваешь, и себя плечами назад тянешь, шею вперед. Такое упражнение, как будто бы гуся изображаем. Вот сейчас покажу сбоку вот так. Очень хорошо получается. Или, ну, в смысле, разминается шея, да, или еще одно бонусное упражнение. Ты сейчас не на кресле сидишь на диване, да? Нет. Я вот просто на кресле, у меня тут есть, вам на камере не видно, ручки такие жесткие достаточно, да, то есть в эти ручки можно переться локтями, вот так вот, да, упираемся локтями, и стараемся вот так вот свести плечи сзади, грудь вперед. Так как бы лопатки максимально сводим, да, и опять шею, так вот немножко вперед растягиваю, ну, и горизонтально вперед, и вращательно, ну, так вот растягиваем. Очень хорошо разогревается, и таким образом можно себя избавить от щейных зажимов, от блоков, от головной боли, от бессонницы, от всякой усталости. Даже если во время работы вот просто устали, да, ну, это упражнение, насколько можно, там, 5 минут, ну, 3 минутки даже сделать, и все, сразу человек включается, сразу активный, бодрый, живой. Что я желаю тебе сейчас, и всем тем, кто нас смотрит на этом сеансе связи, на этом личном, персональном коучинге по самому массажу. Марина, ну, есть еще вопросы, или будем заканчивать? Будем заканчивать. Да? Да. Хорошо. Так, тогда мы с вами, дорогие друзья, и с тобой, Марина, попрощаемся. Если что, звони, набираю, вы можете меня найти и в скайпе, и в контакте, и во всех социальных сетях. Везде под этими видеороликами есть контакты. Так что находите, кому надо помочь срочно, да, или записывайтесь на мои тренинги. Меня зовут Олег Аллавгудин. Я с вами не прощаюсь, а увижусь с вами в следующих видеороликах и на следующей видеозаписи. Так что, до новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. Ну, мы на самом деле еще не прощаемся. До свидания.